Вопрос введения нового налога для бизнеса мы сегодня обсудим с Николаем Лыковым, главным редактором информагентства «Взгляд.Инфо». Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Елена. Ваше издание неоднократно останавливалось на вопросе введения вот этого нового налога. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, каким образом это скажется на саратовских предпринимателях? Вы уже знаете, что налоговые предложения Олега Галкина получили наименование «поправки Галкина». Именно так саратские промышленники характеризуют предложения, озвученные председателем Комитета по управлению имуществом. Предприниматели подготовили коллективное письмо на имя губернатора. И, конечно, оно выдержано в дипломатических очень формулировках. Но некоторые мои коллеги, в том числе работающие в бизнесе, называют предложение Олега Галкина «государственным рэкетом». Сейчас нет никакой необходимости вводить подобные налоги. Многие промышленные предприятия сейчас и так находятся в непростой финансовой и экономической ситуации. Поэтому дополнительное налоговое бремя – это избыточная и, по большей части, убийственная мера. Уже публично выступили руководители крупных промышленных предприятий, где четко дали оценку этому законопроекту. Ни в коем случае. И любые попытки сослаться на налоговый кодекс, как императив, который предписывает вводить этот налог, выглядят абсурдными и надуманными. В этот список первоначально попали объекты, которые изначально используются только для производственных целей. И поэтому налог на них они считают, как минимум, наверное, неправильным. На ваш взгляд, является ли введение такого налога именно для этих объектов правомерным? Нет, ни в коем случае. Более того, так, например, руководитель предприятия «Нефтемаш Сапкон» Федор Шимчук увидел коррупционную составляющую в этом списке. Именно Комитет по управлению имуществом определяет, какое предприятие попадет в реестр тех организаций, которым предстоит платить этот налог. Соответственно, если есть возможность для волюнтаризма при принятии решений и составлении списка, но мы понимаем, что никакие разговоры о рациональном подходе необходимости принятия этого налога вообще неуместны и чрезвычайно опасны. Тем не менее, чиновники, похоже, всерьез намерены ввести этот налог. На ваш взгляд, смогут ли они прислушаться к мнению предпринимателей и что может повлиять на их решение? Надо понимать, что еще на уровне областной думы будет обсуждаться этот законопроект. Состоятся заседания рабочих групп, комитетов и от позиции депутатского корпуса будет зависеть, будут ли платить на наши предприятия налог Галкина. Как раз Олег Галкин заявил о том, что отрицательная позиция предпринимателей по этому вопросу является спекуляцией. Как вы, с точки зрения журналиста, можете прокомментировать слова чиновника? Ну, я думаю, Олег Галкин погорячился и в сердцах выпалил такую фразу. Разумеется, ему надо быть более сдержанным в оценках своих коллег, с которыми он работает. Там не только слово спекуляция прозвучало. Он назвал коллективное письмо предпринимателей истерической реакцией. Мне кажется, что в условиях тяжелой экономической ситуации подобные заявления просто неуместны и характеризуют политика с худшей стороны. Спасибо, Николай, за то, что ответили на наши вопросы. До свидания. Спасибо большое за интересные вопросы. До свидания. До новых встреч. А я напоминаю, у нас в гостях был Николай Лыков, главный редактор информационного агентства «Взгляд.Инфо». Мы говорили с ним о введении нового налога для бизнеса. Его инициатор Олег Галкин рассказал нашей съемочной группе о том, что список объектов, подлежащих обложению налогом на имущество, еще не утвержден. Из него в конечном итоге исключат помещения, которые используются для промышленных целей. Если объект недвижимости, некое офисное здание, мы видим, что там работают сотрудники предприятия, нет вывески офисного центра и большого количества табличек арендаторов, то этим самым устанавливается факт использования этого объекта недвижимости в целях самого промышленного предприятия.